МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Студент другого частного Казанского инновационного университета Жоао Силва переехал в Татарстан из Бразилии, выучил русский язык и нашел применение своим знаниям в республиканском правительстве. Жоао – специалист в техносферной безопасности. У нас ежегодно есть практика, и технологическая, и производственная практика от вуза. И туда нас отправили в Министерство экологии, нас отправили на стажировку. Они хорошо смотрели на меня, и меня пригласили туда на работу. У учащихся в Киу есть новый спортивный зал, общежитие, несколько зданий с лекториями в Казани и филиалы в пяти городах Татарстана. Дизайн новых корпусов, рассказывает ректор университета Осия Тимирясова, отдают в разработку собственным студентам. Это все с нуля выстроили? Да, да. Эта территория в свое время была приобретена университетом. Здесь стояли вот эти два здания, мы полностью провели реконструкцию. А вот на этой территории ничего не было, это была пустая земля. Сейчас Киу входит в пятерку лучших частных вузов по версии агентства Интерфакс. Путь к этому занял 25 лет, во время которых частное высшее образование успело пережить эпоху бесконтрольной штамповки дипломов юристов и экономистов. Казанский инновационный университет изначально назывался Институтом экономики управления и права. Ректор Осия Тимирясова вспоминает, что из-за большого количества схожих названий сильно страдала репутация вуза. И в Татарстане было достаточно таких вузов, вы знаете, иногда можно было ехать по улице и увидеть вывеску на полуподвальном помещении, в котором было написано там институт или университет. Было просто неприятно, когда говорили, а вот где-то мы видели там похожую вывеску или еще что-то, вот это кто такие. И действительно эти вузы, они нанесли достаточно серьезный удар по имиджу негосударственного образования. Эпоха с девизом «главная корочка, а не знание» постепенно уходит. А для уважающих себя университетов, как государственных, так и частных, товарно-денежные отношения – не главный приоритет. Частные вузы считаются некоммерческими организациями, и всю полученную прибыль они реинвестируют в образование.